Здравствуйте! На НТВ Плюс Суперсерия 72-го года. Легендарные матчи мы смотрим вместе с вами. Мы это комментатор НТВ Плюс Денис Казанский и легендарный советский хоккеист Евгений Зимин. Такие матчи в парень только и работать. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас матч номер 6, 24 сентября, Москва, Лужники. И мы с вами вспоминаем то, как это было. Конечно же, я уверен, что счет вы помните. Вы помните, что произойдет в этом матче. Вот эта вот драматическая ситуация во втором периоде. Если вдруг вы не видели этот поединок, если вдруг вы не знаете, мы вас с этим поздравляем, да? Потому что еще много интересного будет. Евгений Иванович, ну давайте вспоминать. Шестой матч и совершенно другое отношение уже со стороны публики, со стороны руководства советского хоккея к этой серии. Ведь победа в предыдущем поединке 5-4, и уже сборная Советского Союза по итогам всех матчей ведет в серии. Да, конечно. И тем более вот этот матч, который мы сейчас с вами смотрим, он очень многое значил для сборной команды Советского Союза. В случае победы мы выиграли в общем серию. А выиграв серию, мы значили бы... Значит, мы бы разрушили окончательный миф о канадских персоналах. Это с одной стороны. А с другой стороны, имидж профессионального канадского хоккея, который до сих пор считался лучшим в мире, непобедимым и так далее и тому подобное. А, Евгений Иванович, на это вот... Я слышал ваш предыдущий комментарий, и вы говорили, что вот такое давление, которое было оказано на команду, как-то немножечко и раскладило наших хоккеистов, что ли. Вот совершенно другое отношение было к игре. Не так собрано, наверное, чуть более вальяжно стали наши хоккеисты. Вы знаете, вот очень сложно ответить на этот вопрос однозначно. Потому что, ну, все понимаем мы с вами, что на площадке находятся люди, в первую очередь. И у каждого своя психология, свое отношение, свой менталитет. Да, играет команда. И, естественно, вот лишняя вмешательность в дела команды, это может быть, так сказать, внешне незаметно, но влияет какой-то или в положительную, или в отрицательную сторону. Влияет на конечный результат отдельного, в частности, отдельного матча и серии в целом. Ну, и посмотрим в воротах сборной Канады в этом матче. Кэн Драйден вернул его Гарри Синден в состав. У нас Владислав Третьяк, здесь все понятно. Ну, и пока некоторые преимущества у сборной Советского Союза. Силовой прием в исполнении канадских мастеров, здесь все понятно. Они всегда играют так, они всегда идут до конца, даже если шайба потеряна. Ну, и вот контратака. Александр Якушев шайбой, но прижимает его к бортику. Помогает ему сейчас в этой атаке Владимир Шадрин, который вместе на льду с Якушевым вот сейчас оказался. Ну, и здесь это нарушение правил, по-моему, не было. Ляпкин с шайбой? Нет, не было нарушения правил. Да, матч начался очень агрессивно с обеих сторон. Да, действительно, наши имели какое-то преимущество. Но вот канадцы перехватили сейчас, на мой взгляд, инициативу. Стали двигаться более быстро, играть еще жестче. И вот мы видим, что шайба находится в основном у канадских игроков. Вот как все хрестоматийно. Вот сейчас просто приятно смотреть на то, как работают и канадские, и советские хоккеисты. Если защитник уходит за ворота, то на пол бортик открывается хоккеист. Да, сейчас такого не видишь. Сейчас не видишь. И вы знаете, я вам объясню, почему. Дело в том, что после того, как Международная Федерация Хоккея отменила красную линию, и принимать шайбу стало можно и за красной линией. Многие почему-то решили, что не обязательно при обороне своих ворот к раннему нападающему идти на пол бортика в своей зоне, для того, чтобы принять шайбу от защитника в случае контратаки. А многие стали сразу же в среднюю зону открываться, бежать к синей линии соперника. И тем самым нет динамики той, нет стройности атак. И на мой взгляд, на самом деле, это мое личное мнение, это не улучшило ситуацию с точки зрения болельщика, с точки зрения эстетики игры отмены этой красной линии. Да, еще одна отличительная черта хоккея той поры, длинные смены. Тот же Фил Эспозита говорил о том, что в современном хоккее он вряд ли бы смог заиграть, потому что по 40 секунд длится этот вариант. А здесь целую минуту можно было кататься с копеечками. Как вы к этому относились? Вы знаете, это Фил говорил. Говорил. На самом деле, попробуй его убери с поля. Вот он и говорил, что за 40 секунд только разогревается. Ну, конечно. И он абсолютно прав. И я убежден до сих пор, что, в общем-то, игра в четыре звена, которую проповедуют сейчас практически все сборные мира, вот, и у нас во внутреннем чемпионате, вот, в какой-то степени, да, есть плюсы, но с чем они связаны? Четвертое звено существует, как мне кажется, для того, чтобы в первую очередь дать передохнуть ведущим игрокам, в первую очередь, а во-вторых, дать возможность играть молодым игрокам. Вот, и все. Потому что конкретно, вот если взять статистику, я одно время занимался этим делом, да, брал вот Центральный спортивный клуб армии, времен Тихонова, когда, помните, армейцы побеждали, и наша сборная побеждала, и смотрел, какое количество времени проводил он на льду, первое, второе, третье, четвертое звено. Так, ну, я сейчас не буду, так сказать, точно, то есть я не помню точно количество, но разность, разность во времени была приблизительно, если первое больше 20 минут находилось на площадке, то четвертое звено, ну, максимум 4-5 минут за всю игру. Ну, вот, смотрите, сколько на льду сейчас находится Пол Хендерсон с своими партнерами уже по 2-3 опасных атаки были и у ворот Кена Драйдена, и у ворот Владислава Третьяка. Ну, вот, сейчас равная игра, уже никому точно преимущество не отдашь. Очень хороший темп взяли команды, ну, они друг друга уже изучили к этому шестому матче повадки хоккеистов. Еще один непопытный момент, за которым стоит наблюдать, когда Валерий Харламов появляется на льду. Вот, после матча российская, советская, простите, пресса говорила о том, что, ну, гонялся буквально за ним по льду Бобби Кларк, но наши журналисты потом это опровергали, и за Харламова персонально отвечал Рон Элис. Так что вот интересно и в этом матче посмотреть, я думаю, что не буду опережать события, то, что произойдет, произойдет на втором периоде, но все-таки интересно посмотреть, действительно ли Элис сейчас персонально опекает Харламова, и действительно ли Кларк гоняется за... Ну, с точки зрения того, что Кларк гонялся за Харламова, это совершенно неправильное мнение, это я знаю на 200%, вот, то, что, ну, мы увидим, я тоже не буду опережать события, вот, то, что Элис персонально опекал Харламова, это тоже не так, вот, но канадцы после первой игры, мы, наверное, поняли, если как-то нейтрализовать Харламова, не дать ему возможность играть в его полную силу, то это будет большой минус для сборной Советского Союза. И вот мы сейчас с вами увидим, как они это сделали, хотя сделали, в общем-то, ну, да, не лучшим образом. Некрасиво. Тот же Хендерсон потом, спустя какое-то время, сказал, что это самое некрасивое, опять же, воспоминание из всей Суперсерии, и даже Кларк на него обиделся, детка, почему-то мне раньше не сказал про это, сразу же после игры, а вот потом, спустя какое-то время, вспоминаешь. Итак, 0-0. Матч в Лужниках, ну, видели, тут и Фил Эспозит уже кулаки показал, но наши тут не отстают, дали отпор этому нападающему, вбрасывание в средней зоне, еще представляем человека, который обслуживает этот поединок, арбитр Компола, родом он из Польши, но представляет Германскую Народную Республику, тоже в своем роде легендарная личность, и на Олимпиаде поработал на нескольких чемпионатах мира, и вот здесь доверили ему поединок под номером 6 и под номером 8. Очень здорово, на пятачке сейчас работал канадский нападающий, подставлял он клюшку под бросок, и еще один попытка, в данном случае, броска, ну, и вот тут наш защитник чуть-чуть через борт выводит шайбу, да? А через пятачок выбрасывает, опасно наши атакуют, Драйден отбивает, шайбу потерял из виду, через защитника игра, еще один бросок, и добавит тут некому, но вот здесь кажется, что уже удаление должно быть. Ну, вы знаете, в то время за такие нарушения не давали удаления практически. Так, шайба потеряна канадцами, ну, и вот наша. Нет, в общем-то, я вот смотрю, уже 35 лет прошло, вот, а вот пока в первом периоде абсолютно равная игра. То есть и хорошая атака канадцев с выходом нападающих на ударную позицию, с хорошими бросками по воротам, и наши тоже самое отвечают тем же самым. Пока вот в первом периоде, если узнать мое мнение, игра проходит совершенно в равной борьбе, играют абсолютно одинаковые команды. с массой классных игроков. Мы слышим, как болеют канадские фанаты. Они приехали в большом количестве сюда, в Москву, ну, и вот среди нашей молчаливой такой публики, да, которая в некоторое время просто молчала, иногда подбадривала. Ну, как такой культуры, наверное, не было боления. Громкой, голосовой, да? Нет, Денис, вы знаете, я с вами не соглашусь, и только лишь по одной причине, что, в общем-то, на трибуну, к сожалению, к огромному сожалению, простых-то болельщиков не было, работяг-то не было, вот, потому что все билеты на эти матчи были распределены по специальным организациям, по спискам. И если посмотреть, вот просто, если вам режиссер не дает общий план стадиона, то в основном сидели люди в галсах, в белых трибунах. В белых воротничках. В белых воротничках, да. Но от них, конечно, так сказать, ждать вот такого, такой поддержки очень сложно. Да, ну, а канадцы приехали. Ну, хотя они разогрелись в конце. Так, вбрасывание в зоне Драйдена. Александр Мальцев с нашей стороны, вместе с Валерием Харламовым, он и в этой тройке, по-моему, Владимир Викулов еще ушел. Да, Мальцев слева Харламов и Викулов справа. Это постоянное звено. И в Канаде начинали вот в таком сочетании. Я только вот единственное не мог, и до сих пор не могу понять, почему наши тренеры решили Валерия Харламова поставить имя Хмальцеву и Викулову, а Блинову и Юру поставят Петрову и Михайлову. Зачем такой размин? Да, зачем этот размин, мне совершенно непонятно. Да, в таком сочетании Харламов, я знаю, я вместе с ним играл на Олимпийских играх в том же 72-м году Саппора. Но тогда была несколько другая ситуация. В общем-то, и... Ну, мне кажется, мое личное мнение, Харламов, конечно, и в целом звено бы принесло значительно больше пользы нашей команде, если бы Кападат играл со своими партнерами. Кападат был бы выше. Выше Кападат. А поставить того же Блинова, Юру Смальцеву и Свекулу, он бы, в общем-то, ничуть не испортил эту тройку, потому что он вот отличный хоккеист, все понимал, блестящее катание, играл и справа, и слева. Ну, это дело тренеров, дело, так сказать, в прошлом году. Ну, да, да, да. Кстати, в то время не только мы, играя с канадцами, учились, так сказать, как надо играть, как играют профессиональные хоккеисты, но тренеры тоже. И давайте их простим за это. Они такие же были ученики, как и мы были. А канадцы, конечно, уже не играют с европейцами, будем так говорить, в таких сериях, тем более, как и в нашей сборной. Очень много. Вот, пожалуйста, 12 номер. Иван Курнария, 12-кратный обладатель Кубка Стэнли. И наверняка вот до этого матча он уже раз в 6 выиграл Кубок Стэнли. А что Кубок Стэнли, Денис, вы знаете. Конечно. Это если финал, минимум, до 4 побед. Это 7 игр. 7 игр подряд в таком режиме. А здесь, по сути, уже плей-офф идет, да? Совершенно верно, вы подхватили мою мысль. А это как раз плей-офф, самый настоящий плей-офф. И наших кисток не готовы были. А наших первых в такой сетке. Не готовы, не готовы. Вот в чем дело. Ну и тут еще, вот мы, Сергей Владимирович, мы заметили, что набрать тут одна победа, и мы выигрываем эту серию. И, соответственно, одно поражение канадцы проигрывают. Они собрались перед этой встречей. Такое командное было заседание. Фил Эспозито сказал все, что думает о своих партнерах, все, что думает об этой серии. Они собрались, и они, посмотрите, как предельно внимательно играют в обороне. Нападающие крайние обязательно помогают своим защитникам. Не часто увидишь вот сейчас в хоккее, чтобы крайний шел к бортику, да? И, опять же, отскребал шайбу, помогал выйти из зоны. А посмотрите, как в этом компоненте работают канадцы. У нас наблюдается некоторая дистанция между линией обороны и линией атаки. Мы хотим победить, мы идем вперед, а канадцы очень собранно, очень концентрированно работают на каждом участке льда. То есть пять впереди, пять сзади. И вот вы очень правильно заметили здесь, канадцы не врезгуют крайними нападающими идти помогать в углы, в лицевой борт в своей зоне своим защитникам для того, чтобы ликвидировать какую-то угрозу. И в тот же момент, как только возникает какая-то угроза, крайний берет своего защитника. И вот один момент был, когда мы сейчас с вами видели, где-то минуту назад, Геннадий Цыганков остался без прикрытия, образовался коридор, он бросил, но, к сожалению, для сборной Советского Союза никто на добивание не пошел. Но вот случилось, так случилось. И это просто эпизод, это не правило. А вот так смотрите, вот какой прессинг уже в чужой зоне навязывают канадцы. Вот посмотрите, пять канадцев в обороне. А пять канадцев в обороне в обороне чрезвычайно сложно. Тем более, да, это была подножка, да. Хоть и недоволен этот Бергман, если я не ошибаюсь. Вот, хоть и недоволен Бергман, но это была подножка. Итак, в середине первого периода Бергман отправляется на скамейку для штрихников в первый штраф в этом матче. Ну и посмотрим, кого Всеволод Бобров и Борис Кулагин выпускают на реализацию большинства. Шайба уже была в канадской зоне. Ну, трудно, трудно. Опять же, смотрите, три человека в одной точке канадцев, да, и они готовы мгновенно расползти в случае потери шайбы. Что и происходит. Денис, у меня сейчас складывается такое впечатление, что будто вот мы начали эту серию только сегодня, в этой игре. не тогда, второго сентября, в море ныряли. Потому что, понимаете, какие разрозненные действия. Четыре канадцы, и мы никак не можем в зону найти. Вот первый раз вошли в зону и тут же бросили. Сейчас наверняка потеряем шайбу. Да, точно потеряем. И еще контратака. Да, еще контратака. От канадских хоккеистов это Рунелли сбросает по воротам. Не так далеко, кстати, шайба прошла. Ну, третяк все видел. Так, заходим вновь в зону. И все это делаем на рубеже синей линии. Шайба Владимир Лученко ищет возможность отдать своему партнеру, находит ее. Ну, вот вроде как закрепились в зоне, встали. Хорошая передача была на Харламова, но шайба у него не осталась. Вот теперь он подобрал. Это Мальцев, пора, простите. Да, Мальцев. На пятачке. И с неудобной бросает по воротам наш хоккеист. Это Викулы бросали. И тут же контратака. И опять контратака. Успеваем мы вернуться. Таузер. Ну что, всего два броска в этом большинстве, да? Никаких проблем Два броска, да, и практически в ход зону. Ох, как реагирует канадцы. Да, вот поведение Бергуна говорит о том, о чем мы с вами, в общем-то, говорим. Для канадцев решается в этом матче все. Если, не дай бог, они проиграют, то крах канадскому хоккею, профессиональному хоккею, мы тогда, может быть, и не понимали, честно говоря, что канадский хоккей это в первую очередь бизнес. Это колоссальный бизнес, большой бизнес, где делаются огромные деньги. И проиграть советской команде для них была эта катастрофа. На самом деле. Мы, конечно, думали так как-то, но особого значения этому не придавали. Они же, совершенно другой был менталитет у них, другое отношение. И вот мы видим, как подтверждение все, о чем я сказал, в этой площадке. Ну и, конечно, все это изменилось после уже первого матча, после вашей легендарной первой шайбы в этой серии за сборную Советского Союза. Тогда канадцы уже поняли, что тут шутить с русскими не надо. Надо играть в хоккей, как они умеют это делать. И началось. Опасный момент. Драйден на льду. Еще один бросок. Хорошее подключение Юрия Ляткина. Ну а здесь, нет, контратаку у Эспозита вряд ли выйдет. Бергман выбегает на лед, заваливает Эспозита. Вроде как чисто все было. Да это Володя Лученко. Очень здорово сыграл. Потому что, кстати, вот сейчас, если нам дают повтор, Эспозита пошел так называемую силовую обводку. Что вот сейчас в современном хоккее очень редко встретишь. То есть, он прикрыл шайбу корпусом, корпус наложил на соперника, и в это время стало еще прибавлять ногами. И выкатываться, вот посмотрите. Как раз в этот момент. Да, даже Лученко упал. Это один из элементов обвозки, который, в общем-то, нас, наше поколение, когда я играл, все время нас этому учили и заставляли это делать. Потому что это очень эффектный прием. Сейчас, опять же, я не в плане критики нынешних хоккеистов, а в плане того, чтобы надо вспомнить, как говорят, все новое, хорошо забыто, старое. Да, университет свои. Да. Сборная Советского Союза в зоне соперника. Ну, вот все на индивидуальном мастерстве сейчас было построено в этом эпизоде. Вячеслав Анисин долго с шайбой был, и у него ее отобрали. Снова он с шайбой за воротами на пятачок вырезает пас. А вы знаете, интересно, ко мне сейчас пришла такая мысль. Вот не первую игру я как помогаю комментировать, как сегодня вам, вот в этой серии. И во всех играх практически мы начинали игру вот как-то разрозненно, по одному. То есть, не было той коллективной игры, которая потом как-то появлялась в сборе команды Советского Союза и заставляла канадцев много ошибаться, пропускать шайбы и так далее, и тому подобное. Почему я до сих пор не могу найти ответ на этот вопрос? И вы очень метко заметили, что все по одному, по одному, по одному, но играют в Т5. А вот когда начинали наши игроки играть в пас, пас с хорошим движением. Это был наш хоккей. Это был наш хоккей. И для канадцев он был очень сложным. То есть разрушать атаки сохранять счет или ввести в счете было очень сложно. Ну а вот у нас становится уже взрывоопасной ситуация. Фил Эспозит отправляется на скамейку для штрафников и у него 2 плюс 2. Вот такой штраф компла ему выписывает. Вы видели, что он проезжал мимо Александра Рагулина и такой сделал угрожающий жест. И целая делегация провожала Эспозита сейчас на скамейку штрафников. Денис, я вам открою маленький секрет, но, наверное, не только вам и нашим телезрителям, которые будут смотреть этот матч. Компола, в общем-то, был друг Советского Союза, хороший друг. Он всегда, всегда его приглашали на все турниры в Советский Союз. Он дружил с Андреем Васильевичем Старовойтом, который отвечал, кстати, в Международной Федерации хоккея за судейство. Так что, и, наверное, что-то греха отойти. Он не случайно был поставлен именно судить этот поединок, который вполне мог быть ключевым. А, кстати, вот по поводу статистики. Вот если посмотреть на тех арбитров, которые обслуживали суперсерию в Северной Америке, то вот пары Лен Ганьон, Горди Ли и Стив Даунин, Фрэнл Ларсон выписали вообще сборной Канаде 40 штрафных минут тогда за океаном. Сборная СССР 33. А пары, которые работали в Москве, Рудольф Бать из Чехословакии и Увидальберг из Швеции, а также Йозеф Компола и Франц Бадлер, хозяевам дали 51 минуту, а гостям 107. В два раза больше удалялись Канадские хитрости. Наверное, это подтверждение то, о чем я вам сказал. Ну, как говорит мэтр футбольного комментария Ломикич Маслаченко, маленькие такие хоккейные хитрости. у нас очень большое преимущество в плане личного игрока и посмотрим, как сборная СССР будет разыгрывать. Ну, вот такая детская ошибка сейчас. Сборная не вошла в зону соперника. Кто-то там влез раньше, чем шайба оказалась за синей линией. Вбрасывание в средней зоне и у канадцев Питмаховнич сейчас на льду со своими партнерами. Ну, а тут не унимается Эспозита. И посмотрите, опять на реализации звена Мальцева. Да, в первый раз не получилось, когда Бернан сидел на скамеечке. Сейчас, возможно, получится. Посмотрим. Неточная передача на Мальцева в двух шагах, находятся друг к другу. Элементарные ошибки. Вроде бы нервозность никакой не должно быть. Может быть, вальяжность? Вальяжность. Да и тоже вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Все понимают, что это такое. Опять, только зашли в зону, сразу же перевод на другой бортик. Вот, расставились и на дальнюю штангу на Харламова, наверное, напрашивалась эта передача. Вот теперь сразу было Харламова отдать. Ну, тут нам сейчас уже с высоты хорошо рассуждать. Да и вообще с комментаторской позиции. С комментаторской позиции говорить о том, как надо сыграть в конкретном эпизоде, а там пойди сыграй. Вы знаете, когда смотришь по телевидению вот эту игру, не все видно с точки зрения вот этих ударов, но канадцы били нас по всей площадке. И даже если вот телевизионная камера не схватывает этот момент, а вот канадец, когда подъезжает к нашему, локтем удар, допустим, там в области ребер, в области живота, это постоянно было. И это переносить это было очень сложно. То есть требовалось огромное мужество и характер, сила воли. Вот как здорово сейчас играет канадская четверка, убила уже практически все мужество, да, свое. Да, да. Никаких проблем для Драйденова. Один бросок был. И то так шайба так просквозила у него. А вот шайбы уже Александр Волчков из неудобной бросает, но опять это все индивидуально. Только зашли в зону, сразу же бросок. Хотя все и не подтянулись. Вот момент. Бросок по воротам. Не получился бросок подъехал. А здорово было все сделано. И Ляпкина вывели на хороший бросок. Никого перед ним особо-то и не существовало в данном эпизоде. Посмотрим сейчас, что будет. Мальцев, Якушев раскатывается. Опять неточная передача. И главная передача на расстоянии пяти метров. Удивительно. Удивительно. Но с другой стороны, я должен сказать, канадцы, во всяком случае, в этом матче, вот сейчас, в первом периоде, играют очень строго. Играет команда. Именно не играет отдельно Эспозит и прочие-прочие их звезды, а играет команда. Выполняет тренерскую установку от и до. Вы посмотрите, перекрывает, не боятся, шайбой владеет наш защитник, наш защитник у себя в зоне. А Уайт, защитник канадца, не боится откатиться назад, а перекрывает синюю линию. И вот супер момент сейчас был у сборной Советского Союза. Блистательная передача была, по-моему, на Мальцева, и он не забивает. Кенд Райден, герой эпизода. Давайте посмотрим. Кардамов. Гениальная передача. Три игрока были отрезаны одним пасом. Они ложились под этот бросок. Они ждали, что Харламов именно что выстрелит по воротам Драйдена, а он выдает роскошную передачу. На Мальцева, к сожалению, шайбы в воротах не окажут. Вы знаете, вот если говорить про Сашу Мальцева, то в этой серии, вот как ни странно, он сделал несколько гревых передач по статистике, но не забросил ни одной шайбы восьмиматчика. А моментом, вот я уже не первый раз повторяю эти повторы, этих встреч, у него моментов было очень много. Но, вот, наверное, все-таки в спорте, и я лишний раз убеждаюсь, есть везение какое-то, вот есть элемент этого везения или нет его. Ну да. Вот казалось бы, сейчас такой момент, да, ну вот дай Мальцеву еще десять раз, он из десяти десять забил. А вот в этом моменте он не забил. Не шмагла, как в анекдоте, да? Не шмагла, да. Итак, бросаем в зоне Владислава Третьяка. Мальцев вновь на точке у сборной Советского Союза и его звено. Карламов сразу же набирает скорость. Хорошая передача была по мысли на Викулова, и он открылся отлично. Рагулин сам потерял, сам же потом отвоевал эту шайбу в силовой борьбе, ну а здесь поторопился, по-моему, наш игрок. Вот момент! Падает на лед. Карламов и уже вот из такой позиции, конечно, бросок трудно навести. Вот и все. Первый период позади. 0-0. Дважды у нас было большинство. Дважды мы его не реализовали. Ну и теперь ждем периода второго. Ну уже, конечно, трудно вспоминать, что было там между периодами, да? Ну вообще, вот о чем шел разговор в раздевалках вот как раз между периодами, не до матча и после матча, а вот что говорил Бобров, на что указывал кулаги, на то, как надо расставиться, на то, как надо собраться? О чем было? Ну вы знаете, вот, наверное, к великому сожалению, прошло 35 лет вот после этой серии. И в общем-то, набор слов, которые говорят тренеры вот между периодами, они постоянно, практически повторяются в одной или другой интерпретации. В этой сказали, ну ребята, нужно добавить скорости, нужно играть точнее в пас. Ну то, что видно было и нам с вами вот сейчас смотря, то же самое сказали. Поменьше брака? Поменьше брака, побольше скорости, больше коллективной игры, вот, и естественно, чтобы три игрока постоянно были сзади. То есть не убегали вперед, не давали возможности канадцам делать контратаки. Сергей Иванович, а вот в перерыве вы были сами себе предоставлены? То есть сразу же тренер заходил? Да, это и сейчас происходит. Тренеры, обычно тренеры и в то время дают какое-то время игрокам, ну, прийти что ли в себя, успокоиться как-то, отдышаться, да? И часто тренеры сами между собой говорят, что-то обсуждают, кого снять, кого поставить, кого ругать, кого не ругать. Это тоже есть такие моменты. Так что минут пять есть всегда прийти все. А после этого уже идет такая тренерская установка. Но практически я не помню, чтобы тренеры, вот, придя после очередного периода в раздевалку, не говорили ничего к кисти. Всегда что-то говорят. но это не только у нас, это, наверное, во всем мире. Второй период сборной Советского Союза так пободрее начала, чем канадцы. И уже был опасный момент у ворот Драйдена. И вот еще один очень быстрый выпад сборной Советского Союза. Якушев бросает по воротам. Драйден так взглядом проводил шайбу. И это гол. И это гол. Первая шайба в этом матче. Ляпкин бросает и попадает. Ну, давайте посмотрим. Вообще, опять же, в этой ситуации казалось, лучшим вариантом было бы перевести шайбу на Лученко. Он же был открыт. Сейчас посмотрим. Вот он один. А тут Эспозита накатывается, но все-таки, несмотря даже на это сопротивление, Ляпкин решается на бросок. И шайба... Вы знаете, я с вами согласен. Более удобная позиция для броска была у Лученко. И если ему бы перевел шайбу Ляпкин, может быть, голый не было бы. Ну да, может быть, по логике хоккея, да, перевод напрашивался. Но, знаете, какая логика? Забил, значит, правильно. Конечно, конечно. Итак, 1-0. И это вторая минута второго периода. Ляпкин... Ну, а помогали мы в этом Якушев и Шадрин. На них записан голевой пас. 1-0. Ну и что? И канадцы теперь должны идти вперед. Канадцы должны забивать. Неплохой бросок. Третьяк справляется с ним без каких-либо проблем. Да, вообще, Владик в этой серии сыграл очень здорово. Кстати, он, наверное, самый ладой был в сборной команде в Советском Союзе. Да, да, да. И такая нагрузка. 8 матчей подряд. 4 в Канаде и 4 в нас. В общем-то, молодец, конечно. Для молодого вратаря. Юрий Ляпкин. На ваших экранах сейчас был легенда советского хоккея. Так, посмотрим здесь, как располагаются игроки. Это, скорее всего, лучший, да, Володя. Да, такой жесткий слабый прием. Ну, а вот смотрите, как завязывается поигрывание Большого Цыганкова. Отвечает он на выпад Бобби Кларка. Ну, кому как-нибудь Филадельфид здесь задирать. Да, но, знаете, я вот должен заметить вот такую вещь. Если бы это было не на льду, не на льду, вот эти стычки, столкновения и так далее, и тому подобное, вот, то мы ни в чем не уступали канадцам, да, ни в чем. То есть, условно говоря, бокс был бы равный. Не знаю, кто победил бы, но преимущества канадцов не было. Но на льду применять силовые приемы, драться на льду, нужно уметь еще это делать, понимаете, а канадцы это прекрасно умели делать. И вот здесь мы, конечно, немножечко проигрывали им вот в этих единоборствах. Потому что канадец, применяя силовой прием, в первую очередь думал не как доставить боль игроку, а как овладеть шайбой и создать наиболее благоприятную ситуацию своего партнера. Или, например, выключить игрока из атака и обороны. Совершенно верно. Совершенно верно. А мы этого не понимали, мы только сделать больно. Как это было до этого буквально. Ну вот они, две идеологии, не просто на политическом уровне, но и на хоккейном, да, совершенно другая игра. Совершенно другая игра, да. Совершенно другой подход к хоккею. Два подряд броска отбивают, третяк, но с третьим не справляются. Ну вот, мне кажется, если бы это было сейчас, то это шайбы не засчитали, потому что второй канализ находился в площади ворок до броска. И более трех секунд. Вот посмотрите. Да, мы ждем повтором, но... Отличный бросок, но это, естественно, канадское добивание. Вот один, вот два. Вот, посмотрите. Да. Это был Фил Эспозитор. У меня ощущение, что все-таки он уже, его правая нога была в площади ворок. Еще добро сказать. Ну, это современные реалии, да. А тогда шайба Денниса Хала засчитана. Вот еще раз, мы уже с другой точки с вами наблюдаем. Ну, как так? Три наших хоккеиста в одной точке оказались сейчас, да, и никто не прикрывал чека, который накатывается на дальнюю штангу. Ну, к сожалению, это продолжается до сих пор. Канадцы на пятачке играют блестяще. Просто. Ну, это им надо так должно. Вот это Иван Курноей, если я не ошибаюсь. Да, Курноей. Два в ноль. Двое. Все было сделано здорово за исключением последнего пасса. Лебедев, бросок. Да, какой скорость приобрела игра? Вот, вы знаете, вы сейчас сказали о скорости, а мне пришло, так сказать, ну, выражение или не выражение, как угодно можно это говорить, о том, что сейчас скорости возросли. Сейчас играют на таких высочайных скоростях. Но, но, я глубоко убежден, что скорости не возросли. Может быть, в какой-то степени коллективное движение игроков возросло. То есть, больше двигаются все вместе. О, опять Курноей. Курноей забивает и опять недосмотр нашей обороны в полном составе. Сейчас все отрезаны. Седьмая минута матча. 6.21 сыгранного во втором периоде. Курноей с передачей Беренса не забивает. Давайте посмотрим, что случилось. Вот бросок, отставлен на клюшку и никого нет на пятачке. Ну вот, да, в общем, этот Курноей 12 номер справа, а Шаталов Юра стоял слева и держал пятачок. И так мы начинаем проигрывать. Мы начинаем проигрывать. Вот, в Куре сразу же первое звено в сборной Советского Союза. Опять потеря, ну, очень много брака, да? И третья шайра залетает. Вот так вот. Совсем ничего прошло. И Хендерсон забивает. Вот, пожалуйста, опять Хендерсон. Совсем ничего, это 15 секунд. 15 секунд. И канадский комментатор говорит, очень быстрая шайба, 3-1 солидное преимущество, потеря в нейтральной зоне. И вот, в первом периоде я немножко затронул тему тренера. Вот, мне кажется, я не претендую это, сказать, на абсолютную свою правоту, но мне кажется, после того, как мы пропустили первую или вторую шайбу, ну, вторую шайбу точно нужно было брать, если тогда можно, было 30 секунд тайм-аут в перерыве, чтобы ребят успокоить. Вот вам не кажется, что вот эти пропущенные шайбы вследствие психологии числые? Иген Ильич, полная растерянность какая-то. Ну, знаете, вам-то, конечно, удобнее с этой точки зрения рассуждать, я просто как зритель наблюдаю за этим матчем, мне кажется, что, да и ничего страшного не произошло в большом-то счете, вот когда пропустили мы вторую шайбу, и не такое отыгрывали, и просто надо собраться, просто надо показать свой хоккей. Третья шайба, здесь, наверное, можно и третяка кое-чем ввинить, да, шайба от синей линии заброшена. Он не ожидал, он не видел броска. Нет, он видел момент, да, но почему? Видел бы. Да, мне кажется, что он видел, не был он закрыт своим защитником, но как-то пусть, ну, бывает, да, тут что-то называется, бывает, но здесь надо собраться и продолжать свою игру, ту, которую сборная Советского Союза показывала. Вот, к сожалению, в этом матче эпизодами, но по серии, конечно же, просто часто увидел великолепный, наглый выше, чем канадцем, и поэтому, не знаю, стоило ли тут брать какой-то тайм-аут? Может быть, может быть, я просто предполагаю. Ну, в современном хоккее был бы я тренером, и это было бы сейчас, я бы взял вот 30 секунд, я бы взял. После второй или после третьей? Нет, после третьей я бы не стал, я бы после второй, скорее всего, взял, потому что команда, ну, просто как-то растерянная была. Ну, вы правильно совершенно сказали, на пятачке нет защитников, а где они? А где они должны играть? Там одни канадцы. Да. Ну, кстати, мы уже говорили о том, что канадцы, добивание-то их одна из сильнейших сторон в игре. Вот, кстати, она и до сих пор сильнейшая у канадцев. А у нас слабейшая, кстати, и до сих пор слабейшая. Умение вот противостоять этим добиваниям, особенно в игре с канадцами. силовой прием сейчас прошел от лучшенька, тут же он поменялся. Вот какое негодование сейчас было на канадской скамейке, и болельщики там поддерживают своих, и тоже негодуют по поводу того, что не чисто сыграл наш хоккеист, но арбитр оставляет все это без внимания. И потасовка. Вот к чему это приводит. А возьмите, Денис, я сейчас подумал, опять же, о чем. Вот канадцам это выгодно сейчас, как они вы считаете? Да, темп взбивается только, темп взбивается, они отдыхают. Только сборная Советского Союза. Мы теряем свою игру, заводимся, так сказать. Вот, это им выгодно. Это то, что им нужно. Это то, что тренер прописал. Это не от них, и не от них. Совершенно верно. Совершенно верно. Я уверен, что Синден и Фергюсон не знают, как было темп. Конечно, конечно, я уже сказал, то, что наши тренеры учились тогда, учились только, а те уже мэтры были хоккея. Кстати, я, много лет спустя был у Синдена в Бостоне, когда он был генеральным менеджером в Бостоне Брюанс, и вот по поводу этой серии спросил у Синдена, а вот кто вам из советских игроков больше всех понравился? Вот как вы думаете, кого он нашел? Моюсь гадать. Василий? Нет. Вы знаете, для меня это было откровение. Я уже сказал о Саше Мальцеве, что он не завросил ни одной шеи, он сказал, Мальцев у вас самый сильнейший. Это был для меня шок. Даже не Харламов? Даже не Харламов, не Якушев, не Третьяк, никто. Мальцев. Интересно. Ну, а потом, вот когда вот, как вот вы сегодня меня пригласили, я вот тоже сам был неоднократно, помогал комментировать эти игры, и специально стал смотреть за игрой Мальцев. А он играл, это действительно здорово. Просто не забивал. Валерий Васильев на скамейке для штрафников. Гиллопоинт с другой стороны находится обоюдное удаление в данном случае. У нас середина сейчас второго периода, и мы, к сожалению, уступаем в счете 1-3. Эри Бергман на ваших экранах, Детройт Ред Уинкс, сборная Канады, выиграна в Браслеле нашими хоккеистами. И опять все, все по одному делали, да? По одному, все по одному. С бросками, с передачами, с эскизой, выдумкой хорошей, такой, творческой, хоккейной. То, индивидуальная игра против Канадцев, индивидуальная игра, это, ну, или вот сейчас, прием. 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 Так, у нас какая-то пауза возникает. Проброс. Проброс, да. 3-1, Канадцы впереди. Да, ну, все те же остаются, по-моему, на льду, и у сборной Советского Союза, и у Канадцев, никакой смене здесь не требуется. Орламов на точке вбрасывания. И выигрывает вбрасывание. Бросок. Но до Драйдена шайба не доходит. Не совсем понятно, что происходит. Мне кажется, удаление будет у Канадцев. Так, ну и что, что мы ждем в решении орбита. У нас и не в средней зоне. Да нет никакого удаления. Нет, удаления нет. А почему? Что произошло? Мне тоже непонятно, честно говоря. Я смотрю, Эдисон не играет у Канадцев. Я смотрю, Хендерсон, Кларк, а справа обычно Эдисон играл. А сейчас... А нет, Канадцы идет. 4-4. 4-4. Да, да, да. И у нас сейчас находится Викулов и Харламов. Это сейчас 5 на 5. Да, да, да. Раньше 4 на 4 играли. Видите, как подзарбухну. Харламов шайбой. Он входит в зону и удар получает по ноге. Возможно, один из ключевых эпизодов мы сейчас видели в серии, потому что Бобби Кларк нанес травму Валерию Харламову. Пока видно, что наш 17 номер не ощущает никаких проблем. Да, все нормально. Он катится и даже продолжит этот матч. Но все же после вот этого рубящего удара Бобби Кларка Харламов как следует и в этом матче, и в матче под номером 7 отыграть не сможет. Вот как раз тот момент, о котором говорят, когда Бобби Кларк нанес травму Валерию Харламову. Да, то есть Валера играл, продолжал и в этом матче играть, но через боль, а когда любой спортсмен, наверное, в любом виде спорта играет через очень сильную боль, это уже, конечно, не та игра, на которую он способен. И уже спустя годы стало известно, что Джон Фергюсон, тогда помощник Синдона, сейчас генеральный менеджер Торонто Мэтт Ливз, ну так напутствовал своих хоккеистов, в частности Кларк, ну сделать что-нибудь с Харламовым. Вот как вы говорили, Евгений Владимирович, то есть вот человек, от которого зависит во многом игра советской сборной, и надо было его как-то выключать. Вот решили выключить так. Но опять же, ну вот как кажется, что такой вот страшной грубости-то не было, да, стороны Кларка. Да, вы знаете, удар, удар. Обыкновенный удар, удар, но в то место, но вы знаете, с другой стороны, я вот сейчас подумал, но Кларк же мог ударить чуть выше, чуть ниже, и никакой травмы не было бы, да? Да. Это так, да и коньки не такие прочные, наверное, как сейчас, и потому вот этот удар стал во многом роковым для Валерия Харламова. И сейчас Компова что-то там объясняет, и последует удаление, естественно, Кларк уже отправился на скамейку для штрафников, но там дело еще и в том, что Кларк получает удаление за недисциплинированное поведение, это 10-минутный штраф. И вот сейчас Фил Эспозита как раз обеседует с арбитром по этому поводу, что там произошло, и почему такое удаление. Ну, вот ему объяснение. Ну, вы знаете, Денис, я все-таки прихожу к выводу, вот лишний раз, посмотрев этот момент, к такому выводу, что, в общем-то, это игровой эпизод. Да, конечно, не по-джентльменски сыграл Кларк, но такой умышленной, уже явной грубости в отношении металлизации Харламова не было. Но, с другой стороны, вот, возвращаясь к тому эпизоду, Харламов выходил на двух защитников. Пространство было только для того, чтобы бросить по воротам в обводку, скорее всего, он не пошел, потому что защитники не так далеко от Драйдена находились. Только бросок. И приезжает Кларк и бьет по ногам, понимаете, то есть, ну как, все-таки, мне кажется, что удар-то был умышленный. Другое дело, что, ну как, насколько он такой был травмозадуманный, да? Травмозадуманный, да. Вот это подсорим, народу, да. Ну, вы знаете, наверное, наверное, на этот вопрос может ответить только сам Кларк. А так мы можем только, так сказать, догадываться, что он вот как бы бил, что у него было в голове. В голове, да. Это, скорее всего, можно догадываться, умышленный, неумышленный удар. Вот. Нам единственное неприятное, вот нам всем в то время и вне, как игроку сборной команды Советского Союза, что вывели сильнейшего игрока из этой серии, будем так говорить, что нам придется значительно тяжелее. Дальше он будет играть на уколах. Да. Дальше он будет играть на уколах. И, конечно, того же Харламова, который был до этого, вот в этих первых шести матчах, мы не увидим, к сожалению. Вот это очень было обидно и жалко. Да, вот такой эпизод в середине второго периода произошел, шестого матча, десятая минута, 12 секунд было сыграно, если говорить точно. Ну, теперь шайба и Михайлов. Бросок, хороший бросок был у Геннадия Цыганкова, но тем временем опасный выпад был, но здесь третяк, молодцы. Ред Беронсон, один на один практически выбегал. Вот вы видите, что Харламов на льду находится, вот он встречает своего соперника. Ну и опять тут задирается. Вон, посмотрите, Харламов идет совершенно спокойно в борьбу. полная. Посмотрите, у него это Валерия, что-то он все-таки видно, какая-то боль есть. Да, почувствовал, уже почувствовал. Болевой шок, прошел. Да, вы посмотрите, у него левая нога поднята вверх. Болевой шок, скорее всего, да. И вот недавно режиссеры показывают Валерия Харламова. Да, то, что ловлюсь на мысли, что смотрю на его ноги сейчас. Да, не на то, где шайба, и то, как она разыграна, как чувствуется Харламов. Чуть-чуть хрекранует начинает. Вот он с шайбой сразу же. И опять, посмотрите, вот сейчас такое ощущение же, канадцы пытаются добить Харламова. Харламов с шайбой. Красиво степки сыграл, упал, выбил шайбу Харламова. Но большинство у нас потому такое преимущество. Мы закрепляемся в зоне, но буквально на несколько секунд. Харламов. Это рехатор. Курнае уже выходит на лед. Так, ну и что здесь опять? Ну, мы не встречаем канадцев, да, при том, что у нас численное преимущество. Мы даем им раскатиться. из своей зоны начать атаку. Но если, вот, с точки зрения хоккейного тренера сказать, что мы немножечко проиграем им в такте. Проиграем. И именно, о чем вы сказали, в этом и заключается. Что мы, не то, чтобы не успеем, мы тактически неправильно строим оборону с канадцами. И за счет этого канадцы спокойно выходят из своей зоны, так сказать, и уже продолжают разыгрывать дальнейшие комбинации. Да, более гибкая стратегия у Синдена. Раз, два, три, четыре. Мы смотрим, четыре канадца, четыре хоккейста в белом. Но здесь не успевают за защитником крайне нападающие, потому бросок. Вспомните, опять же, первую шайбу, которую в этом матче забросил Ляпкин. Да, вот там как раз было упущение. Но вообще канадцы компенсируют вот этот недостаток часто тем, что они очень хорошо ловят шайбу на себя. Вот сейчас был момент, но мы смотрим с вами за тем, как произошел вход в зону неправильный. Но, опять же, как негодуют канадцы, те, которые сидят как раз у синей линии, и в частности тренер, они недумевают, почему был свисток. Но там был момент, вот если вспомнить, да, как отбирали шайбу канадцы. Я думаю, что в этом матче мы еще увидели не раз. Идет защитник, рядом с ним крайне нападающий. Защитник прижимает к бортику форварда сборной Советского Союза, а нападающий сразу же подхватывает эту шайбу. Утченко потерял шайбу. Ну, это хоккейная школа, канадская хоккейная школа, и в общем-то здесь... Вы знаете, самое интересное, я сейчас опять же быстро приходил в время нашего с вами репортажа. Вот смотрел серию молодежной сборной, четыре игры в России, четыре игры в Канаде. Вот смотрел я в Уфе. И вот сверху, на трибуне, смотрел я на этих канадцев, молодых канадцев 1988-1988 года рождения. И вы знаете, если вот так просто немножко абстрагироваться от всего, то у меня создалось впечатление, что это те же самые канадцы, которые были в 1972 году. То есть лекало уже сделано, да? Да, лекало, то есть все то же самое. Выход из зоны, атака за воротами, силовые приемы, броски, добивание. Только единственные молодые ребята. Вот. И может быть, может быть, нет таких классных звезд, которые были вот именно в этой серии канадцев. Ну, все-таки это молодые ребята. Да, эти молодые, у них еще все впереди. Очень интересное наблюдение. Вот, вы знаете, ну, просто вот один к одному и наши атаковали, вы тоже эти игры видели, атаковали и пытались по одному там тоже самое много играть. Вот. И, в общем-то, владели территорией, будем так говорить. Но атака контраканадцев бак-бак-бак-гол. Вот, все. Так что, я думаю, в свое время, когда у нас в Советском Союзе стали культировать хоккей, стали играть в эту прекрасную игру. Мы учились у многих и у европейцев, в том числе и у канадцев. Потом мы стали сильнейшими в мире и доказывали это на протяжении десятков лет. Вот. А сейчас наступило время, когда нам есть чему поучиться у канадцев. Ну да, и стоит это признать. И стоит это признать. Пока мы впереди в космосе, в балете, но мы, к сожалению, чуть в хоккей подотстали. Это и есть. Подотстали, подотстали. Ничего. Кажется, что это временно? Хочется на это надеяться. Да нет, вы знаете, Денис, вот мы сейчас затронулись с вами эту тему. Мне хочется, мне хочется, вот искренне хочется, чтобы наши люди, наши болезни, наш народ увидел вот тот хоккей, его не будет никогда того хоккея, советского хоккея. Это я уверен на 200%. Мы увидели красивый хоккей, чем был всегда он привлекательным для людей, для зрителей, для боевщиков. Потому что все то, что происходит вот сейчас на площадке, и мы с вами комментируем, для кого? Для народа. Это самое главное, чтобы народ шел на хоккей, любил вид этот спорт. Если будут играть только по одному, каждый для себя, и считать только, сколько он забил, и сколько он получит, то ничего не получится. Народ не получится для даря и пойдет на хоккей. Это так. Мы возвращаемся к игре. Смотрим за тем, как советский хоккеист атакует. Мальцев сделал великолепную паузу, дождался, пока скроется из глаз долой защитник, и бросил поворотом. Но Драйден очень внимательно сыграл. Денис, ну вы согласны? Мальцев-то играет неплохо. Ну, конечно. Так, ну и что, выход 2-2, и сразу бросил. А это вот типичная канадская манера игры раньше была. Вот они, они, посмотрев, вот после этой серии, первый, кстати, это сделал Скотти Боуман, мой, наряду, в Канаде. Вот раньше канадцы при выходах в 2 против 1 только бросали, в основном. Они не давали передачи своему партнеру, хотя тот находился, как правило, в наиболее выгодной позиции. Вот сейчас они, это вы знаете прекрасно, полностью пересмогрели. Вот, они всегда отдают именно шайбу, делают передачу. Уже на пустые ворота. Да, для того, чтобы реализовать этот шанс. Вот, и вот после этой серии канадцы и Скотти Боуман в частности первый стал, так сказать, культивировать вот то, что есть хорошее в советском хоккее. То есть это коллективно-игровое. Вот, сейчас команда Энхелва это отлично. Тоже, знаете, этим пользуются элементарно. То есть они взяли все лучшее, то, что было у нас. Ну, в командах Энхелва сейчас очень много европейцев, которые приезжают. И плюс европейцев, конечно, безусловно. Ну, и, конечно же, велико влияние Скотти Боумана на развитие вот именно этой части, именно ученичества, да? ученичество, да, можно сказать, в канадском хоккее. Хотя, естественно, мы все понимаем, и, наверное, телезрители, которые смотрят сегодняшний матч, тоже отлично это знают, что Энхелва не учит. Энхелва должен уже все уметь сам делать. Но, тем не менее, Скотти Боуман такой авторитетный человек. И когда последние годы он руководил Детройтом, он, наверное, учил. И вот та же советская пятерка, вспомните, это тоже один из вроде бы экспериментов Скотти Боумана, какой результат он дал. Он тоже потрясся Северной Америкой. Денис Хал сейчас отправляется на скамеечку для штрафников удар клюшкой. Вот так вот решили арбитры этой встречи. Он наносит и потому пора Халу отдохнуть. Не так много времени остается до окончания второго периода и сборная СССР проигрывает со счетом 1-3. И пока, честно говоря, каких-то предпосылок к тому, что мы выровняем эту игру нет. Не видно. Вот посмотрим. Сейчас большинство. Сейчас есть шанс забросить шайбу. И вот этот шанс использован. Это Александр Якушев с неудобной бросает. Но там уже был отыгран вратарь Кэн Драйден. Он был на льду. Дай посмотрим, что же там произошло. Ну, это наигранная спартакская комбинация Шадрин-Якушев и Шадрин-Якушев. Вот сейчас посмотрите Шадрин. Он открывается немножечко так. Штанги ворот. Ну, правда, здесь у него шайба ссокочилась. Да, это не пас был от Шадрин. Это не пас. Но обычно следовал пас, и Якушев выкатывался на эту позицию и забивал. Ну, здесь случайно это получилось, но тем не менее то же самое. Классика, классика, розыгрыш большинства. Александр Якушев, Як-15 на ваших экранах. И счет становится 2-3 для сборной Советского Союза. Ну что, дышать можно. Да? Да, конечно. На шайбу мы дома играем. И еще впереди целый период, да еще второй надо доиграть. И вновь офсайд, и вновь какое негодование у канадцев. Ну, вы знаете, я скажу, в Национальной хоккейной лиге вот положение вне игры как у нас во всем случае не сует. Если каких-то там, ну, 10-15 сантиметров они считают, что пусть продолжается игра и не свистят Лайсманы. У нас же четко, вот чуть так сказать на сантиметр в зоне тут же раздается свисток. И почему я объясню? Дело в том, что теряется динамика в матче в целом. А это отрицательно сказается на эмоциональных восприятиях хоккей-зрителям. Там это все учитывается и поэтому допускаются вот такие маленькие погрешности для Лайсмана. но здесь канадцы возмущаются любому свистку арбитров. Они уверены в том, что рефери предвзяты к их сборной. И надо сказать, вы уже сами сказали, что не безосновательно. Они негодуют. Есть немножко, но то, что Компол убивает канадцев, сейчас мы сказать не можем. по этой игре уже не по этой игре. Не по этой, да. Не по этой. Компол улетел вместе с канадцами из Москвы и там он получил за все по полной программе. Но был еще эпизод в восьмом матче с участием Жанна Поля Паризе. И это знаменитая фотография, когда он намахнулся на него клюшкой. Помните тот эпизод? Да. Я не знаю, как он сдержался. Но тогда Компол бы совсем плохо пришлось. Да, за ним гонялся и Бобби Уор, который не принимал участия в этой серии, был на трибунах. И тренер канадцев Синден отправился выяснять отношения с арбитром. И там целый полк милиции по словам канадцев на них тут же налетел и отодвинули они от арбитра. Да, Драгулин получил травму. Но вот это напряжение мне кажется подтверждение тому, о чем мы с вами говорили, Денис. Это матч, который решает очень многое для канадцев. И поэтому они конечно нервничают эти выплесные эмоции. Потому что я вспоминаю в Канаде в Канаде несмотря на то, что они там сыграли безобразно для них но они так себя не вели в Канаде. А здесь уже очень много на карту поставили. Очень 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 точка у Рогулина травма пошла кровь. Опасная игра высоко поднятая клюшкой. Бобби Кларк там уже прописался на этой скамейке. Все кругом знакомые и кругом друзья. Ну и вот опять большинство у сборной Советского Союза и за две с лишним минуты до окончания второго периода. Напомню, 2-3 мы проигрываем. На лед выходит Владимир Петров и его партнеры Михайлов. Смотрим какое звено сейчас выпустил на лед Бобров. Тогда какое-то понятие о спецбригадах большинства меньшинства не было. Нет, выходили звенения. И строго по очереди? Ну если в сборной то я бы не сказал этого. То есть выпускалось то звено которое в данном матче играло лучше чем остальные как правило. И то если у них не удавалось всегда большинстве и тут же тренеры меняли и выпускались следующие и даже не тройка нападающие а пятерка целиком с защитниками вместе. Кендрайден возвращается на лед поправил свою маску да очень серьезный момент для сборной Канады и для сборной Советского Союза великолепный шанс сейчас сравнять счет в этом поединке Михайлов Петров Харламов вот уже тройка в полном составе Пит Махолич Брэд Парк и кажется Бердмен вбрасывание в зоне Канадцев 5 на 4 будет игра Петров так блокировал он клюшку своего соперника и шайба осталась в точке вбрасывания вот так вот заканчивается у нас период номер 2 и 2-3 сборная Советского Союза проигрывает сборной Канаде напомню что все шайбы были заброшены именно в эту 20 минутку Ляпкин счет открыл но затем забивали сначала канадцы Халл Курнае и Хендерсон и точка в этом периоде была поставлена Александром Якушевым игра в большинстве впервые принесла нам положительный результат еще из событий этого периода вспоминаем опять же удар Бобби Кларка который вывел из этой серии по большому счету Валерия Харламова отправляемся мы в третий период решающий период шестого матча это напомню Лужники 24 сентября 1972 года посмотрите наша команда выдала налет вышли все игроки катаются а канадцы нет делают паузу я думаю это тоже один из тактических приемов то есть канадцы устали это понятно понятно и тренеры дает им возможность как можно больше отдохнуть даже перерывам не хватило да а канадцам кстати нет мелочей в игре вот даже почему мы до сих пор проигрываем выбрасывание мы как-то не придаем особого значения этому но придаем только в двух случаях когда выбрасывание в зоне атаки то есть зоне защиты в зоне атаки я правильно сказал соперника выиграть надо шайбы для того чтобы атаковать ворота и в зоне обороны когда нужно выиграть для того чтобы не пропустить вот на всех остальных участках поля мы как-то к этому относимся очень спокойно канадцы уже нет они считают что выигрыш шайбы это выигрыш уже инициативы с одной стороны и выигрыш территории с другой стороны вот и даже канадцы ведут борьбу вот часто в средней зоне где скапливается один-два игрока шайба находится у борта площадки они ее продвигают дальше дальше к воротам соперника потому что раздается свисток но они выиграв 10 сантиметров считают что они выиграли 10 сантиметров площадки и это уже хорошо ну у них есть спорт номер один американский футбол где они по ярду проходят и рады этому да 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 и вот такая же концепция в хоккее такая же концепция в хоккее ну а что касается мелочей не бывает тут конечно вспоминаем историю что сборная канады сюда приехала с целым контейнером еды которую отняли у них там и они очень сильно переживали по этому поводу пива у них отняли сказали что все это пошло в канадское посольство но как выяснилось потом никуда там в канадское посольство ничего не отправлялось ну и вот как раз по поводу пива очень даже сильно они переживали что нет у них этого напитка в номерах ну и там масса историй забавных да связано с пребыванием канадцев в москве как один из игроков по моему силенки если не ошибаюсь сказал что нашел в москве китайский ресторанчик и там можно нормально поесть и тогда его партнеры по команде похвалили сказали спасибо и решили поехать на следующий день а сам он не поехал и те сели на такси пол москвы обколесили ничего не нашли выяснилось что это розыгрыш и потом они этого шутника очень даже побили ну накатались они еще этот китайский в поисках этого китайского ресторана в городе Москва тогда в 72 году да действительно у канадцев здесь много было приключений и не так давно был приезжал премьер-министр канады из большой делегации а сейчас Фрэнк Махолич он один из сенаторов и он тоже был в этой делегации и как раз встреча проходила вот здесь в Лужниках на этой площадке вот был наш президент в общем такая серьезная встреча пригласили нас участников 72 года и канадцы канадцы все спрашивали а мы сидели вот тут на этом месте потому что естественно были накрыты столы хоккейной площадки не было вот то есть это говорит о том что помнят и спустя уже там 33 года 35 конечно ну ярчайшие события в истории мирового хоккея до сих пор вот и мы уже спустя сколько лет вспоминаем эти матчи и комментируем уже для меня на самом деле это огромная честь сидеть рядом с вами и смотреть этот хоккей потому что я всего возраста не мог его видеть и вспоминал единственное по рассказам деда который в далекой сибирской деревне слушал по радио комментарии этого матча потому что телевизора там тоже тогда не было и вот вся страна замерла вы знаете вы вспомнили я хоть этого и не слышал потому что находился там но действительно вся страна переживала вся страна настолько был популярен спор но он это хоккей но он этого и заслужил действительно победы практически на трех олимпиадах подряд 10 чемпионатов мира подряд то есть у нас был блестящий хоккей блестящая команда что в общем-то и подтверждается вот в этой серии да и в этой игре в общем-то хоть мы немножечко критиковали наш за неточные передачи но в общем-то я думаю я думаю я опять же не хочу никого обидеть но выйдет наша сборная сейчас вот с той командой канадцев которая сейчас играет против нас то счет мог быть не 3-2 в пользу канадцев а несколько другим но это уже из такой категории да если бы да если бы да как бы да это просто так сказать рассуждение с какой-то степенью то и я и подзавожу наших хоккейстов которые сейчас действуют на площадке чтобы они больше прилагали старания усилия и желания доставлять нам удовольствие ну а мы смотрим за тем как сборная советского союза пытается реализовать большинство честно говоря это не выходит никак вот из своей зоны тут много льда здесь можно кататься сколько угодно и не сопротивляется этому канадцы но здесь уже все они на своей синей линии выстраиваются в рядочек и пойди здесь пройди в зону ну вот наконец вроде бы наши хоккеисты зашли но тут же потеря шайбы следует и уже без каких-либо проблем посмотрите как грамотно вышел в среднюю зону видит что дальше в общем-то некуда катиться сделал лифт сделать передачу своему защитнику тот пошел грамотно убивает время очень грамотно и опять вот коридор вроде бы открывается вот борис михайлов опытнейший мастер и один один против трех канадцев но это безбыслие савар сальда не уходит и именно сержсавар здесь правит балл вот в этой в этом отрезке он выбрасывает шайбу из зоны он начинал атаки но сейчас он там бороться так три в два попытка выхода здесь уже все канадцы вернулись бросок по воротам неплохой от александра волчкова но шайба проходит мимо и вновь шайба уже за воротами владислава третяка и ласпозита появляется на льду и сразу же вступает в борьбу тут же включается как выходит на площадку канадец тут же включается в игру немножко рано наши нападающие убегают вот защита вот это разрыв разрыв линии да есть у нас канадская атака ну и блестяще сейчас сыграл Валерий Васильев вот посмотрите какой момент сейчас Александр Якушев мог спасти этот матч еще один бросок и вот тут бы на пятачок сразу бы шайбу отправить но решил Якушев сыграть по другому хороший сейчас отрезок сборная Советского Союза проводит Васильев Якушев но шайба не получается зато получает удар ну а здесь Брэд Парк очень красиво сыграл еще видел что его партнер в нейтральной зоне находится и на него передача пошла Курнайе неточный пас Стептон возвращает шайбу в сборную Советского Союза и все это в безопасности ну тут нарезается матч к сожалению не в лучшем состоянии пленка была этой шестой игры поэтому здесь некоторые купюры у нас существуют вы слышите да это канадцы их болельщики будут своих вперед Мальцев на точке брасывания брасывание выигрывает Харламов Аррагулин как его называют северно-американские комментаторы брасовок ну а тут ничего и не оставалось другого да как раз ну это типичный канад а что еще делать или можно было сделать улитку уйти в угол площадки позиционную атаку начать но для этого нужны силы а силы нужно беречь это их два канадцы выигрывают и их уже не так много этих сил и поэтому вот Элис решил бросить поворотом и в общем-то это правильно потому что Третьяк зафиксировал шайбу выбрасывание в зоне нашей команды то есть что касается так сказать хоккейной школы канадцы обучены всему всем тонкостям всем тонкостям и в общем-то вот глядя на этот матч и помогая вам его комментировать я лишний раз убеждаюсь в том что все они это знают и все они это выполняют выполняют да и не это говорят а они выполняют это конечно достойно уважения мне Хендерсон не подобрал эту шайбу Рагулин перевод на Харламова снова Рагулин пытается наша тройка раскатиться но опять же в средней зоне здесь одного канадца достаточно чтобы прервать вот эту передачу и опять нам надо возвращаться четко от обороны сейчас начинает играть сборная Канады выпуская вперед либо одного либо двух игроков а здесь три в один выпад посмотрите какой момент сейчас был у сборной Канады и не реализовал этот выход Рон Элис кстати вот это звено на мой взгляд в этой серии была одним из лучших в сборной Канаде они не только забивали но и создавали очень много голевых моментов одним словом хорошее сочетание хотя двое из Торонто Мэйпли Ливса Элис и Хендерсон и Блапп из Филадельфии 3-2 Канадцы впереди кажется что сборной Советской Союзу не хватает вот именно скорости сейчас да да скорость это основа скорости а если будет скорость будут и передачи наверняка потому что за счет скорости будут игроки освобождаться от опеки соперника вот будут передачи и пойдет игра а коль не хватает скорости сразу тут же уже игрок получил владельщик шайбы ему некому некому отдать пас а по одному пожалуйста для канадцев это очень выгодно и удобно ну посмотрите ну ну вот по мысли нормальный хороший пас но по исполнению канадца и эспозита бросал поворотом не так далеко шайба проходит от Владислава Третьякан вот момент и выкатывает на пятачок сейчас Борис Михайлов человек который в советском хоккее наверное лучше всех работал на пятачке ну и делал свой кстати мы заметили это впервые в этом матче да да вот не было же такого эпизода чтобы Михайлов боролся на пятачке вот именно в шестом матче ну зато в Канаде он поборолся очень да да ну а здесь уже знают канадцы и уже не дают не дают не подпускают да так Бергман и посмотрите вот вроде бы прославленные канадские мастера их знает вся Северная Америка весь мир практически и в элементарной ситуации когда шайба в зоне канадцев они пользуются совершенно элементарным приемом выбора шайбы через борт и не считают ничего в этом зазорным что кто-то будет цвистеть они главные выводят шайбу в среднюю зону откуда уже забить шайбу в их ворота очень сложно вот чем проще тем лучше да такой закон этой игры да да и наверное футбола чем проще тем лучше простота залог мастерства но вот когда надо именно в конкретное время в этой ситуации забить вот здесь проявляется как раз то самое мастерство о котором часто мы все говорим Якушев шайбой делает паузу ищет партнеров вот хорошее подключение защитников но шайба там бабочкой по льду скачет и трудно конечно ее было поймать посмотрим что здесь у Брата Парка получится не стал он резать угол как это делает Филос Позидо не положил корпус но здесь защитник да я только хотел сказать что он защитник конечно ему надо возвращаться назад поэтому увлекаться не стоит двух человек хватит в зоне советской сборной для того чтобы тут шороху навести вот что и происходит сейчас получает сейчас рот жильбера от нашего хоккеиста ну и шайба прижата ко льду жанр отеля останавливает игру ну знаете Денис меня сейчас не оставляет мысль то что канадцы канадцы какие мастера они в плане вот именно ведения игры как спровоцировать русских найти у них все слабые места и использовать для себя конечно счет 3-2 казалось бы вот сейчас бы сейчас бы я уверен ну я не беру уровень сборных так сказать а вот любая наша клубная команда бы тут же ушла в оборону откатились все и наверняка пропустили что я сочетал 3-3 и потом проиграли они же посмотрите делают и то и другое видите пауза специально какой-то зацеп казалось бы он не нужен этот зацеп да со стороны канадцев но он же нервирует наших ребят вот и вот Бобров смотрит а ну а что он может сказать а канадцы ведут игру вот посмотрите пошел Хендерсон пошел защитника Врагулина пошел кстати Врагулин в два раза больше Хендерсона он идет смело ну сейчас Врагулин уже отвечает но он его завел да да опять же Санкт-Петербург думает уже не о шайбе в этом моменте ну конечно как так у меня этот щенок какой-то там Хендерсон я его сейчас и вот какая разница опять же в темпераментах тренера да Синдон только что видели Боброва и Синдон тут мечется как лев в клетке своих он как бы придает ему больше энергетики игрокам это тоже очень важно при ведении игры Эспозито на точке вбрасывания и он выигрывает эту борьбу правда Степлтон призывал немножко поздно среагировал надо было раньше ускоряться ну тут же силовая прием нет по одному бесполезно играть в канадцах вы видели сейчас да да и тут же силовая прием Владимир Петров он был шайбой сразу же обезоруженный здесь какая словая борьба Эспозито здесь и вот то о чем вы говорите только что момент закончился а Эспозито сзади кулаком бьет нашего игрока естественно ты будешь реагировать на это да вот момент нет не успевает снова Эспозито так очень опасно сейчас может быть Курнайе по-бавровски решил шайбу забросить да но это не проходит это не проходит последний раз я видел такую шайбу заброшенную это на предыдущем чайке мира в Москве Малкином против сборной команды Чехии когда вот так же по левому флангу он всех обыграл все подумали что он захотелся за ворота ворота не успел он забил шайбу после ворота посмотрите как все просто выброс через борт подбор средней зоны одним нападающим передача в центр другому и практически голевой момент у наших ворот Шадринь Шадринь опять уступил на точке вбрасывания наш хоккеист Якушев здорово открывался Аниси но шайбу не получает здесь проброс да у меня такое ощущение сейчас складывается что наши выигрывают так спокойно играет да такое ощущение как-то все спокойно нет такого знаете нерва нерва я не вижу этого нерва пока хотя я понимаю что ребята конечно настроены забросить шайбу сравнять счет Ляпкин хорошая передача была ну вот вот только несколько передач и тут же вход в зону вот о чем мы с вами говорим на протяжении практически всей игры ну и вот коллективный отбор шайбы коллективный отбор шайбы ну все страховка есть у канадцев потеря в своей зоне у канадцев и бросок от нашего хоккеиста ну вот тут уже по-моему сирена которая говорит о том что первая часть третьего периода истекла а по тем правилам сейчас должна последовать смена страны площадки три-два шестая игра здесь в москве канадцы впереди истекла вот в таких эпизодах когда вы сталкивались с канадскими хоккеистами и вот перебрасывались какие-то фразы о чем речь идет вы понимаете что они говорят вам а они ну абсолютно здесь просто интуитивно чувствуешь о чем он говорит дело в том что ну вот ты знаешь или ты нарушил какое-то правило зацепил ударил там сыграл некорректно или он да вот и естественно язык английский язык русский и в общем-то понятие общее такое о чем говорить а к сожалению к большому сожалению никто из наших ребят не знал английский язык никто Володя Шадрин более-менее знал немецкий язык и все а больше ну мы были чистыми персоналами что греха таить о чем говорить а к сожалению к большому сожалению никто из наших ребят не знал английский язык никто Володя Шадрин более-менее знал немецкий язык и все а больше ну мы были чистыми персоналами что греха таить для всех советского союза говорили любители любители а мы получали деньги у меня 16 лет трудовая книжка я уже сейчас пенсионер официальный пенсионер вот так что к сожалению к сожалению в то время мы думали что мы будем жить в советском союзе у нас будет одна страна вот и нам другой язык не нужен а оказалось к сожалению опять же не совсем это так а было много времени кстати совершенно спокойно не только получать образование которое у большинства ребят есть высшее образование спортивное как правило за редким исключением но и в то же время учить язык и сейчас бы многим это очень пригодилось вообще вы знаете знание второго языка тем более английского это как бы для человека открывает больше мир ну да сейчас это вообще норма для всех спортсменов абсолютно абсолютно если они ошибаюсь начали первое кинесисты которые которые стали свободно будем так выпускать за границу на всей турнире ITP стали выезжать играть и жить за границей естественно они молодые ребята легко так сказать все воспринималось то есть другой язык практически как они все по-английски это норма международный язык вот здесь здорово наши сыграли на пятачке убрали оттуда Фила Эспозита вот так надо постоянно играть вот посмотрите да Денис вот убрали Фила Эспозита казалось бы один момент да один один а посмотрите какая атака она должна была закрутиться и взять и ворот но к сожалению неудачный бросок в щитки Драйдена кстати Драйден в этом матче стоит очень подходящий вернул его в состав Синтона да вернул в состав и Драйден в общем-то оправдывает как говорят тренеры доверие вот опять такая мелкая пакостная игра со стороны канадцев да у бортика вот вот понимаете а это очень это даже скорее всего не знаю был ли у сборной Канады психолог или нет но это черта русского характера вот как говорят не разозли медведи он тебя не оцарапает не загрызет да но вот эти вот всякие мелкие тычки удары чехи кстати в свое время эти пользовались тоже очень здорово и выводили нас из состояния равновесия вот мы любили честный открытый хоккей да если бить так бить если не бить так не бить вот а канадцы поняли и вот если да вы обратили внимание я сказать обращаюсь сейчас к телезрителям в общем-то грубости такой по большому счету за исключением удара Кларка мы и не видим все в общем-то в пределах допустимого будем так говорить но постоянные вот эти тычки зацепы а это настолько неприятно поверьте якуш втянулся к этой шайбе взял посмотрите видели сейчас не с того не все прокатался мимо у нашего хоккеиста не было ничего ни шайбы он взял его и положил на лед шайба советских хоккеистов вот такой вход в зону честно говоря в сегодняшний матч мы увидели не раз бросок драйден отбивает якушев здорово борется Денис Халл он шайбу потерял ну а тут уже Владимир Лученко ну как ни глядя оставлял да такое все что на голос сработало но никого там не было из наших хоккеистов близко хорошо что так все случилось Евгений Иванович а вот вы могли бы сравнить качество льда в лужниках и вот на тех канадских аренах где вы играли ну вы знаете в начале любого периода ну приблизительно одинаково конечно но по истечении 10-15 минут в Канаде лед сохраняется в общем-то хотя там температура воздуха в зале теплее чем в Москве но в Москве лед начинал крошиться вот это связано с какой-то технологией подготовки льда и вот поддержание его на хорошем уровне на протяжении всего периода одним словом в Канаде лед конечно немножко лучше чем у нас может быть сейчас этого уже нет но в то время это было но сейчас мы можем тоже обратить внимание на телевизионные картинки вот там за воротами драйвина откуда машины выходят да вот какие-то лужицы да 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 ну вот даже посмотрите вот слева от справа если я смотрю от реки тоже какие-то вот пятна вот совершенно непонятные Лученко бросок поворота Луикулов он исполнял ну несложный для Драйдена этот выпад был и опять же два игрока канадцев рядом с Лученко находились пять минут до окончания этого поединка и мы проигрываем вот вскрыл у нас это действие Третьяка еще раз замечаю что к сожалению не в полном порядке пленка этого шестого матча и вбрасывание в зоне нашей команды Эспозито отправляется туда кстати помните мы начали с вами говорить о тройках и сколько игроков должно участвовать во время в течение всей игры там четыре или три так вот канадцы эта команда играла постоянно в три звена в три звена и в три пары защитников вот но у них было еще два нападающих которые выходили только тогда когда команда играла в межитстве одного я хорошо помню это Пит Махов он постоянно выходил когда команда играла в межитстве после этого кстати Борис Павлович Кулагин такую систему стал практиковать у себя в команде Крейля Совета это тоже для нас было неожиданно честно а у нас по какому принципу на межитство убирали игрока из тройки ну как правило центральные нападающие потому что центральные нападающие все умеют в обороне играть лучше чем Крайля и второго кто более-менее лучше играл в обороне чем его партнер вот в общем по такому принципу но я помню вот я приехал в 69 году на чемпионат мира в Стокгольм не знаю у нас была тройка мешаков старшинов и я справа да ну не знаю в силу каких причин но Тарасов большинство меньшинство доверял только мне я за эти 10 игр столько наигрался чтобы я уже в западе ни в каких сил не было играть с чего это он дорого решил хотя Мешаков значительно сильнее меня играл в меньшинстве понимаете это тоже в общем-то мы ведь хорошо играли в меньшинстве да вы знаете практически не пропустили может быть поэтому ну это очень это все в общем-то субъективно субъективно да вы совершенно правильно говорите субъективно вот какой момент сейчас был у Пита Маховлича ну и вот он не забивает наши упустили его попытка быстро начать атаку вот таким пасом она и прерывается долго искал шайбу Александр Якушев нашел но тут говорится поезд уже ушел все за красной линией канадцы находятся Аннисин потерял шайбу что пора штурм устраивать советским хоккеистам мы проигрываем всего лишь одну шайбу Лученко играет на Аннисина Аннисин набирает ход перед ним пространства много оставление все как в школе учили да ну казалось бы элементарный момент никто не мешал по большому счету Славе вдруг не стал не могу я объяснить что происходило именно вот в этом матче да на себя не похоже но посмотрите неужели Володя Шадов пас который сейчас сделал Славе Анисину я не помню чтобы Володька в элементарной ситуации когда он видит что партнер впереди кайдется никто его не опекает и сделал такую неточную передачу такого по пальцам за всю карьеру Шадовну можно было почитать Хендерсон не дает ему выбросить шайбу из зоны Шайба Мальцев здесь прессингует на веку далековато от момента вот и Харламов приехал сюда канадцы добровольно отдают шайбу добровольно да да совершенно верно да вы совершенно правы но посмотрите все зоны перекрыты а вот сейчас должно последовать удаление опять против Харламова нет ну это действительно я не знаю кто компола или не компола нет это и не компола кстати удалил но удаление было чистым то есть вопрос нет Элис Данна Рун Элис отправляется на 2 минуты ну и вот вот если это не шанс да то что ж тогда зовут шанс остается играть 2 минуты и 11 секунд в третьем периоде и у нас на одного игрока больше ну здесь конечно содержка вот 2.21 да остается и ждем трех михайлов викулов выходит такая тройка у нашей сборной лучшенька хороший бросок да но шагу удачно отскочил смотрите в меньшинстве вдвоем на одного выходит но это вот опять же это Канада да никакой пас здесь не пройдет и даже не задумывается на передаче в такой ситуации Канад сделал передачу направо и тот его партнер в пустое забил шайбу тогда этого не было он сам бросал викулов оставление мальцев уже на льду мальцев через защитника один там был сейчас на пятачке наш игрок но к сожалению до него шайба не доходит и все с самого начала приходится начинать минута 33 и минута 12 штрафа у Канады то есть вот под самый финальный свисток придется удаление пришлось удаление Элисом мальцев петров викулов по-моему они не уходили со льда да да они уходили и Ляпкин с Лученко в обороне Ляпкин с Лученко да Лученко и бросок низом ну кстати в этой игре и Ляпкин и Лученко играют хорошо несмотря на то что я не говорю о том что Ляпкин заросил шайбу дело даже и не в этом вообще играют они оба довольно-таки уверенно меньше ошибок допускать нежели другие смена Харлама вышла да поменял игроков Петрова поменяли нет Михаилова поменяли ох какой момент Ликулов ох какая неточная передача Третьяк останавливает шайбу за ворота Лученко не дает ему скорость набрать Эспозитор рядышком находится шайба в средней зоне все вошли в зону Ляпкин играет налево Харламов ну и вот такая передача ошибка уже какие-то секунды остаются до окончания этой встречи 40 секунд атака советской сборной Харламов его была передача ну партнеры здесь неудачно сыграли и опять шайба уходит в зону Третьяк ух и Ляпкин ошибся здесь и вот такой выпад канадских хоккеистов здорово Клюшко сыграл Третьяк есть еще несколько секунд 15 ну и все и здесь уже канадцы будут шайбу держать до победного таким образом в шестом матче сборная Канады побеждает со счетом 3-2 все шайбы были заброшены во втором периоде Ляпкин открыл счет затем Хал Курнае и Хендерсон сделали счет в пользу сборной Канады 3-1 и Якушев в большинстве с передачи Шадрина сделал счет 3-2 окончательный результат этого матча сейчас был на ваших экранах Канадцы Канадцы побеждают Канадцы ждут матч под номером 7 так что для них серия не заканчивается да еще две игры в Москве поблагодарим эти команды за то удовольствие которое они нам предоставили спустя 35 лет всего доброго до свидания для вас на этом матче работали Евгений Владимирович Зимин участник той легендарной серии и комментатор НТВ плюс Денис Казанский напомню что матчи супер серии 72 года полным объемом вы сможете увидеть на канале классика так что не пропускайте не пропускайте